Христос воскресе. Вот эти вот полицаи, они допустили глупые ошибки. Именно те глупые ошибки, что они пытались изнасиловать, душили. Если просто били, там еще что-то, это ладно, там много где-то сейчас происходит. Но когда вот это вот есть попытка изнасилования полицейским, в Старомаинском районе, в Ульяновской области, в РОВД, полицейские верующих пытаются насиловать, избивают, душат, головами об стенки бьют. Когда это прекратится, мы пытаемся звонить, все телефоны блокируют, мы пишем везде, в человек и закон, по правам человека. Везде будем писать, у нас тысячи народу, это что за дело такое? Ты уже начинай записывать? Я уже записывал, да. Так, неожиданно. Братья и сестры, еще хотел бы сказать маленькое дополнение насчет конкретного лица, который был на третьем этаже. Это начальник Старомаинского РОВД Набиуллин Рафаэль. Так сказать, лицо закона, который должен защищать граждан, который один из первых ко мне подошел. начал бить меня по лицу, обзывать всеми возможными словами, вот, и говорить, что мы не люди. Вот, мы обычные православные, которые хотим Бога нашего не предавать, жить, как предки велели, старем батюшкой. Вот, он говорит, что мы не люди, что таких, как нас, надо выгонять отсюда. Вот. Лицо закона. Ой, не время нынче спать, православные, Белый голубь пал в бою с черным коршуном. То, что горько нам сейчас, вряд ли главное, Было горше на Руси, было горше нам. Ой, не время нынче ждать, православные, Время рать, собирать, время Бога молить, Чтоб грехи отпустил, Но главное, чтобы силы дал нам беду, Отвратить. По церквам запустенье и тлен, Без царя голова, без греста душа, Ну-ка, матушка, встань с колен, Надо сделать последний шаг, Две дороги, два пути, Оба пройдены, Добрый мир, родная кровь, Все подоблено, Я рад тебя видеть, Давай. Ну-ка, верю с Родиной, Но мы их распродали на броди. Так, ну-ка, понимаешь, Братья и сестры так всех ждут. Присусство встречи, дорогие. Ну, что, с Божьей помощью Одно только постановление мне вручили, Вот, по поводу того, Что мы одного пешехода задержали на целую минуту. Вот. Было такое правонарушение, С их стороны я этого не признаю, И никогда не признаюсь с Божьей помощью. Вот, а насчет Второе решение, Которое сейчас было, Это касалось проповеди, Что мы миссионерством занимались. Вот, так, Они нам хотели Приписать то, Что мы якобы агитировали людей На что-то, Что мы зазывали с собой Помолиться вместе, Чтоб на крестный ходом Все вместе шли. Я и по поводу объяснил, Что Мы всего лишь предлагали, Если хоть Иконочка, Мир, То чьи вам приложиться. Если кто-то захотел бы Задать какой-то вопрос, Я бы с Божьей помощью ответил. Но, так же я и объяснял там, Суде, Что это обличительная проповедь, Которая была. Все, что не написано, Это правда. Если вы хотите, Я вам могу с Божьей помощью Все это объяснить. Но, собственно, Судье немножко не надо было, Это и надо было разобраться, Что мы там говорили. Я ей сказал, С Божьей помощью предлагали Чудоотворными коночками, Приложиться. То есть, Никакой агитации там, Пойти с нами, Чего-то там, Такого не было. Или проповеди, Чего-то там кому-то Насильно в руки всовывать, Такого не было. Слава Боже, Такие повседили, Поговорили, Отпустили. Все. Спасибо, Господи. Спасибо. Господи, с Богом. О, Господи. Ой, не время нынче пить, Православные, Стыдно русскому просить Подаяние. На своей родной земле Люди добрые, Как к оружию зову, Покаянию. По церквам запустенье и тлен, Без царя голова, Без креста душа, Ну-ка, матушка, Встань с колен, Надо сделать Последний шаг. Ну-ка, матушка, Встань с колен, Надо сделать Последний шаг. Надо сделать Последний шаг. Надо сделать Последний шаг. Дорогие братья и сестры, Сейчас Владыченко Симеон нам вкратце, но основные моменты расскажет, что действительно происходило с ним, когда его сбежали полицаи и завели на третий этаж для принудительной дактилоскопии. Что было там, Владыченко? Христос Воскресе, братья и сестры. Я отец Симеон, епископ Херсонский. С Божьей помощью мы с братьями и сестрами нашими проходили крестный ход по Старой Майне 26 числа утром. Не успев еще пройти 100-150 метров, нас там остановили менты. Сказали, есть ли у вас разрешение на крестный ход. Это крестный ход. Кто? Скажите мне, кто разрешил? Мы не берем благословение, чтобы пройти крестным ходом с иконочками. А вроде ты сама являешь чудом, беруточек иконок. Я же вам говорю, а кто вам разрешил? Кто разрешил? Варшав, ты согласован, нет? Кем она должна быть согласована? Кем не будет? Согласована. А с кем? Я не знаю, согласована ли. Нас благословили мы с благословением. Я ответил, как есть. У кого мы должны разрешение еще тут спрашивать на крестный ход? Ничего нам, во-первых, не знали, во-вторых, не собирались спрашивать ни у кого разрешение. То есть крестный ход, крестный ход. Они нас закрыли, отвели в свой участок, в котором мы уже в прошлый раз были. Отвели туда и сказали, что нужно установить личность. Надо что ли? Ты знаешь, кто такой товарищ? Майор полиции, представься, пожалуйста. Представься, пожалуйста. Посмотрите, что случилось. Представься, пожалуйста. Представься, пожалуйста. Молодой человек, я говорю, представься, пожалуйста. Руки свои убери. Руки свои убери. Кого? Руки свои убери. Руки убери. Руки убери. Господи, запрети тебе, слуга, антикер! Господи, запрети тебе, слуга, антикер! Вы что делаете? Вы хоть аккуратно можете обратиться? Да будьте проклят! Будьте проклят! Все хорошо! Руки свои уберись! Руки свои! Вот все написано! Вот все написано! Согласно федеральному закону, все написано! Запрещено! Я много тут тоже что напишу! Я много что напишу! Я много что напишу! Покажи свои документы! Как тебя там? Как тебя там? Как ты назывался? Покажи свои документы! А то ходишь с такой штукой модной! А почему она модная? Телефон положите сюда, молодой человек! Телефон положите вот сюда! Телефон положите сюда! Я вам объясняю! Вот снимайте сюда! Вот здесь снимается! Видите? Согласно федерального закона полиции, съемка запрещена! Если вы будете! Я вам объясняю! Я вам говорю! Если вы будете! Сейчас! Я принесу вам на сцене! Сейчас! Пока можно! Мы им сказали, что вы нас в прошлый раз обманули! Вы сказали, что всего лишь пальцы нам откатаете! Затащили на третий этаж и там побили! И с нас при помощи электронных приборов биометрию поснимали! Мы таким тогда и сказали, что мы не собираемся ничего сдавать! Как хотите! Вот два свидетеля есть! Они могут подтвердить по закону вашему! По вашему закону, что я есть! Какой-то такой! Они сказали, что нет, так не пойдет! Нас начали по одному вызывать! Вот! Сначала фотографироваться! Вот! Благосостояния такого тоже не было! Поэтому любожей помощью как могли! Головами крутили! Нас в стенки прижимали! За горло кого-то поднимали! Вот! Но это то, что они насильно пытались сделать! Там еще на первом этаже! А потом ввели на третий этаж! На третьем этаже! Там были определенные комнаты без камер! Без ничего! Там где эти якобы служители народа! Волонтеры антихриста! Снимали свои маски! Начинали бесчинствовать! Что конкретно? Расскажи! Прямо вот без всяких привыкрат! Что было там? Ну! Ну! Слава Боже! Что конкретно со мной было! Когда я зашел туда! Там было четверо или пятеро этих сотрудников! В том числе этого начальника! Набиуллин! 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 Набалов! Ну! Короче! Начальник Черкоглинский был там! В том числе! Вот! Они подвели меня к столу! Сказали! Надо сделать отказку в рук! И свою подпись надо! Ну! И чтобы ты свои данные еще назвал! Я им говорю, что нет! Я не собираюсь этого делать! Вы нас обманули в прошлый раз! Мы больше этого не будем делать! Ваши юрисдикции мы не признаем! Потому что вы зарегистрированы в Лондоне! И это все официально осуществует! Я не собираюсь подчиняться таким оккупанам! Все! Нет! Я ничего вам не сдавать не буду! Они посмеялись! Посмеялись! Но потом начали колотить! То есть один меня не помнит что конкретно! Вот! Может там лысый который был! Может кто-то еще! Мне этот леща по башке ударил! Вот! Стенки меня прижали! Начали всякие моты говорить! Что мы такие сякие! Сколько мы кровушки им пьем! Ну вот! После этого начали что-то еще бить немножко! Один из них меня также прижал к стенке! На голову прижал! Начал бить меня головой по стенке! Не знаю там раз сколько! Может раз в 4-5 ударил! Потом шляпа со мне прилетела! После этого я честно скажу вам братья и сестры! Без указ! При указ! Немножко с речей была проблема! Там минут 20 не мог сориентироваться! А язык заплетался! После этого допущего эффекта они решили поизмываться над по какой-нибудь мужским достоинствам что ли! Вот! С меня что-то штаны спустили! Сказали! Ну что! За царя готов там! Чтоб тебе что-то сделали! Вот! С палкой! Я говорю что вы беззаконники! Что вам Господь Бог мой по вкусу что делает! Ничего не собираюсь подписывать! Я стоял как мог! Вот они там бывали по ногам били! Бывали что-то еще! Один из них также мне между ног зарядил несколько раз! Вон у меня! Штаны все порватые! Ну какие! Вы простите братья и сестры! Я не хотел его показывать! Но! Вот так вот и было! Надо все пускай все знают! У меня там рубашки были порватые мои! Потому что они проверяли что у меня там груди! Мой крест монашеский! Вот! Вот так вот мы с ними! В такой позе постояли с пученными штанами! Так минут! Не знаю там 10! Какой-то диалог и ничего! Пытались вести со мной! Потом когда у меня уже! Немножко силы закончили! Стоять на шпагате! Они сказали все! Давай его откатывать! Начали заломывать мне руки! Что-то откатывать! Я так мог! Молился Богу! Чтобы наконец-то уже это беззаконие прекратилось! Ну! Все! Они смеялись там! Говорили! Бог простит! Бог простит! Ну! Что я могу сказать! Бог-то простит! Те, кто не по своей воле это делал! А кто заставлял так делать! Людей простых! Кто измывает над людьми! И потом спит спокойно! Господь для таких людей суд определит через сердце государя! После этого, когда оптика не откатали! Ну! Они там еще немножко усы постригли мне! Ну! Немножко там поскубали! Водыко Семен! Говори, что тебя били! Били головой об стену! Сказал уже! За то, что ты внес мертвочевую икону! Его били головой об стену полиция! Расскажи! Расскажи, Водыко! Не мешайте! Не мешайте! Я не мешаю! Закройте дверь, пожалуйста! Врачу не мешайте! Выйдите! Нужно в какие-то моменты фиксируют! Да, все равно! Да! Издевались! В общем? Да, вообще! Знаете, могу сказать только одно! Братья и сестры! Небольшой такой мадраж еще, когда об этом все вспоминаю! Не столько было страшно за себя! И обидно за себя! Нет! ничего. По славу Божьей, все можно потерпеть. Но другое дело, когда твои братья спускаются, когда у них милиция немножко такие грузные, побитые. Дорогие братья и сестры, сейчас наших братьев, которые вчера пострадали от рук полицаев, от рук полицаев, едем сейчас на скорой в больницу, едем на скорую в больницу снимать побои. Вот. И когда ты все это видишь, когда матушка приходит, смотрит на тебя, плачет, вот. Вот это я считаю уже... Я уже тут не могу спокойно совести своей. Вот если меня лупят еще, ладно. А когда вот братья так страдают, и когда матушка приходит, плачет, просто смотрит на тебя, тут... Нет, тут моя совесть уже не может просто молчать, прощать, что-то как-то это. Вот. Поэтому. Но он держится. Конечно, было, наверное, приятно как-то так. Не знаю, как сыночек вышел, конечно, не лая. Он говорит, ты с мамой так говорил, как он говорит? Ну да, мам больше переживает, чем я. Я нормально, матушка, всем передай поклон. Я нормально, все хорошо. Я говорю, у тебя коленка болит, что болею, что я передать лекарство? Вчера купила ему. А голова? Вот. Он говорит, у меня все нормально, не переживай, есть только попить. И вот стоял, давай мы сейчас что-нибудь купим, привезем. Он говорит, есть, не хочу пить. И вот стоял этот полицейский, говорит, я сейчас тебе куплю попить. Вот, не переживайте. Вот они как-то сели. И поехали. И вот, когда завели, потом уже отца приехал, тут же приехала следующая машина, и он уже с чердаков его привезли, отца Симеона, его заводят. И что-то он там начал говорить, когда я стала перебрасываться фразами с отцом Симеоном. И вот этот пристав один там что-то, ну, ляпнул. И вот этот вот полицейский заходит и говорит, у тебя мать, отец есть? Ты что такой злой? Что вроде на мать-то возмущается? Возмущаешься. Надо же, теперь какое-то бодряющее слово, хоть как-то вот начальник. Да? Вот этого или всего? Вот это. Скажите, когда вас беспредел закончится? Когда вы калечить людей перестанете? Ну перестаньте. Не надо не лечить. Пробита голова, это перестаньте? Не надо на правах, на норме. То есть голова сама пробилась по себе? Да, по-моему, сейчас. Опа. Поговори, да, сейчас? Все пойдут домой, начнем. А голову кто лечить будет? Че? Кто будет голову лечить? Какую голову? Разбитую. Да кто у него такой? Ну что вы наговорите? Ну как что вы наговорите? В больницу вы что возили? В больницу? Да, человека вчера. Вы кого имеете? Шестак Никита. Да. А для того, чтобы освидеться, может он содержаться в специальном помещении, задержанном пицце. А в трубке зачем ему дышать было? Ну, в состоянии опьянения. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Вы зачем снимаете? Я не снимаю. Я привычка держать телефон просто. Я вам запрещаю публиковать данную визу. Мы, мы... Во-первых... В названии Гражданского кодекса Российской Федерации. Во-вторых, я вас не снимаю, а во-вторых, вы нас когда снимали, вы нас не спрашивали разрешения. Мы когда шли с пресным ходом, нас не спрашивали разрешения. Да, но мы это не публиковали. Серьезно? Да. А почему сейчас выпустят нашего брата, а потом по улице вас ждут и печатают Айбаши и Матам? Значит, весь город знает, кто здесь, чего здесь. Это что за насмешки такие? Это уж извините, но как бы население мы сейчас не можем. Понятно. Ну, я для себя хочу поснимать. Я не буду публиковать. Мне интересно просто, почему... Я вас серьезно предупреждаю об ответственности за выплаты данных. Хорошо, а я хочу вам сказать, что весь народ знает, что здесь происходит. Вы не калечите. У вас есть для этого? Ну, не калечили никого. А вы можете так же в больницу прийти или в магазин? В потере сознания избили. Кого? Монаха. Какого? Шестака, да. Никита Железин. Шестак нормально себя чувствует. У него? Нормально. А зачем в больницу его возили с лицом таким? Ну, он побитый. Мы видели... За что его? Были основания его так подвижения? Подождите, он был свидетельством в медицинском учреждении, правильно? Да, а для чего дышать монаху в трубку? Пьяный он или не пьян? Если монахи вообще не пьют? Мы шли с иконами. Ну, перестаньте наговарить. Не, объясните, а сколько вы еще будете ездить людей терроризировать, которые просто Богу молятся? Перестаньте. Не, ну сколько можно? Вы ночью приехали, прислали, всех братьев забрали. Вы понимаете, что вам Господь будет сильно наказывать? Я понимаю, что вам нужно попивариться. Нет, вы понимаете, что у вас есть тоже... Вы понимаете, что у вас тоже есть семьи, и у нас семьи есть. Я понимаю. Что Господь так просто не оставит. Я знаю. А сколько вы будете еще к нам ездить? Что вам от нас нужно? Объясните нам, пожалуйста. Вы что действительно? Не, вот правда, мы встретились с начальником вот это в первый раз. Расскажите нам, что значит без комментариев? Да, да. Вот эти номера. Все, вот это у вас. Все. Рассказывай. Вы же поможете нам. Я бы сказал, здесь все мы отпрещены. Это скорый год. Ладно, ладно. Ушил, он все с ковраку. Все фиксировали. Что же фиксировали-то? Владыка, говори, что зафиксировали. Там фильм снимается. Чашечка коленная, уши бы были. Ушибы. А уши бы были? Что это, это самое? Сотрудники полиции подействовали? На допросе, на осмотре, который он где-то знает. А, на допросе. Да, повредили коленную чашечку. Головой об стену били. Вот так работает наша доблестная полиция. Как после такого доверять потом полицаям? А потом мне сказали, очень грубо, что он совершеннолетний, и он сам свои ставит интересы. А это типа право, а не обязанность наша. И все. И то, что я там сидела 7 часов, никого это не волнует вообще. Просто вот там были постоянно. Никого не волнует. То есть, получается, понимаете, в нашем государстве, если нет паспорта, это вообще не человек. Просто не человек, нет ни уважения, никаких предметов. Как мог я к Богу лапиял. Ну, и с Божьей помощью Господь им всю свою определит. Ну, после этого, после того, как они завели на третий этаж, нас всех отходили вниз, ждали сотрудников Сульяновска, которые привозили электроприборы уже конкретные. Нас так же само поднимали наверх, заламывали руки, ну, то же самое практически. Сканировали пальцы нам. Вот. Ну, и, собственно, все. Итого эта вся процедура длилась не 2 часа, а по определению личности. Часов 10 нас там мурыжили. Все. И с Божьей помощью вот отправили кого-то на суд, кого-то отпустили. Вот так. Ну, скажу честно. Господа нужно исповедовать всегда и везде. То ли на публике, то ли в этих закрытых кабинетах, когда эти волонтеры Антихриста показывают, кто искал. Слава Христу! Смерть Антихриста! Аминь. Тихо. Смерть Антихриста! 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 Выводят на арену Колизея Служителей воскресшего Христа Вы спойте, спаси Господи Литву, я на это что-то, но Господи благослови, Ладоченька, пошел крестный ход наш, сестры, пошли. Господи благослови, сестры, пошли.